всем привет с вами канал mazda mpv колхоз наши все и сегодня будем разбирать редакционник с гидроусилителя руля мы его открутили с помощью трубы и ключа на 27 вылез пружинка вот она пружинка редукционника вот такая стоит она вот здесь вот такое устройство редукционника промоем в бензине гидроусилитель и будем устанавливать на вот она пружина она размером примерно оканчивается вот здесь края резьбы видите вот этот болт который здесь стоит меряем да по нему и что я делал давайте определимся так ну примерно на 1 2 3 ну на 4 витка резьбы пробуем вытягивать смотрим сколько получилось так ну вот видите вытянули примерно на 3-4 витка вот меряю по этому болту вытянулась примерно 3-4 витка вот этой резьбы я думаю что этого будет достаточно до примерно на 5 миллиметров вытянули все оставим обратно здесь все обезжирили аккуратненько по или все убрали пружинку клапанок сам штуцер снял старый буду ставить новый гидроусилитель ну как новый он старый но новый вот там стоял наш гидроусилитель сейчас обезжири мы будем ставить все обратно разберем этот редукционник посмотрим на какую величину здесь стянуто или вытянута пружинка по сравнению с тем очень мне даже интересно сейчас разберем посмотрим открутили потому что этот руль очень сильно на горячую прям туго крутился так вот он болт такой же да то надо было больше растягивать так заводим смотрим чем как там усилитель руль так легко крутится не верится что это был мой руль но это сейчас только на пробу надо будет еще проехаться посмотреть ну что попробуем температура 50 двигателя поехали сейчас по району проедемся сейчас прокатимся по кольцу как раз чуть-чуть поднагреется машинка наша вот это знаете что это такое азонатор я его периодически включаю чтобы уничтожать микробов у себя в машине классная штука кстати рекомендую на 20 минут включили запахов в машине нет ну на неделю после кондиционера конечно не потом заново появляются потому что дерьма на охладили или кондиционера очень много и на печке а так вот рекомендую прям запахи реально уничтожает вот эта штука китайская так 60 градусов у нас 60 едем пробег у меня 299 757 не знаю настоящий на настоящий двигатель у меня стоит контрактный покупал его два года с половиной назад у андрея с хабаровска вот до сих пор ездит брал с свапом вместе с коробкой передач за 90 рублей плюс доставка была 30 по моему что ли короче вышло 120 с копейками плюс доставка до дома ну около 130 рублей короче мне вышел этот двигатель вместе с коробкой на 100 тысяч метр меньше у него вроде как пробега поэтому скажем так у этого двигателя пробег 200 на котором я сейчас езжу повернем направо солнышко светит на улице не облачко хорошо замечательно машинка едет прекрасно поменял недавно шаровые поменял недавно сальники на обоих приводах на левом направо маслица пока не течет меня это устраивает а езжу кстати на топливе за 30 рублей как все вы знаете как чем рассказывать где берем и как достаем это для каждого свой собственный секрет 75 градусов у нас нагрелась машинка ощущение только позитивные от того как работает руль так сейчас остановимся где-нибудь и покрутим на месте сравним к тем как было до нагрева автомобиля и после так уж 80 температура посмотрим не бежит ли не течет там ну что ощущение пока только позитивные посмотрим как сюда будет дальше по езде проверим на дальнике пока меня все устраивает так что до новых встреч всех приветствую кому интересно как котел стоит выход с блока в тройник пошло на печку пошел шланг на котел котел стоит под модулятором а.б.с выход пошел в разрез верхнего патрубка сюда только надо ставить кран потому что зимой циркуляция здесь идет и через печку потеря тепла идет надо перекрывать котел стоит обыкновенный русский самоварчик работает отлично это вот Субтитры создавал DimaTorzok